Здравствуйте! Вы смотрите студенческие новости Луганской Государственной Академии Культуры и Искусств имени Михаила Матусовского. Культурная жизнь Луганщины богата событиями, и мы, как студенты творческого вуза, стараемся не пропустить ни одной из них. В студии Марина Василишина и в сегодняшнем выпуске вы увидите. Ваша работа, она на первый взгляд такая невидимая, но она сильная. Ребята производят очень яркое впечатление, просто звездочки мы открываем. Очень интересно было на самом деле работать с иллюстрациями, с рисунками деток. Достижения в культурной жизни нашей молодой республики стали возможны благодаря самоотверженному труду сотен преданных своему делу людей. Работников музеев, клубов, библиотек, дворцов культуры, чей профессиональный праздник на днях торжественно отметили в ЛНР. Духовность и стиль жизни формируют именно работники культуры. Художественная палитра, музыкальные ноты и пластика движения – их инструмент в создании атмосферы искусства в нашей жизни. Сегодня для деятелей культуры Луганщины в честь их профессионального праздника состоялся концерт в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева, подготовленный преподавателями и студентами Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. В этот день со сцены звучали поздравления и теплые пожелания людям, которые дарят нам атмосферу праздника. Ваша работа, она на первый взгляд такая невидимая, но она сильная. Сильная тем, что вы связующее звено между поколениями. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо вам за вашу преданность культуре. За многолетний труд и весомый вклад в развитие республики работники культуры были награждены медалями, грамотами и благодарностями. Среди награжденных преподаватель кафедры театрального искусства нашей академии Инна Калаусова. Калаусовой Инне Анатольевне, старшему преподавателю кафедры театрального искусства Государственного образовательного учреждения культуры Луганской народной республики, Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Много добрых слов было сказано и в адрес творческой молодежи Луганщины, и в частности нашей академии. Молодежь у нас очень много в культуре работает. Одна академия культуры и искусств чего стоит? Вы же знаете, что они у нас всегда на передовой, всегда на всех мероприятиях. Выступать перед профессионалами было нелегко, но студенты ЛГАКИ праздничной программой с необычным названием «Сны работников культуры» сумели показать, насколько особенные и креативные люди трудятся в сфере культуры. Танцевальные коллективы «Старданс» и «Радослав», «София Тихая» и «Татьяна Йовса» своим исполнением покорили зал. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Без малого 200 учащихся музыкальных школ, школ искусств, музыкальных училищ и колледжей из городов Луганской и Донецкой народных республик демонстрировали свое мастерство на Восьмом Республиканском фестивале-конкурсе молодых исполнителей на народных инструментах имени династии Воеводиных. Проведение конкурса имени династии Воеводиных – это одна из старейших традиций колледжа культуры при Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Впервые юных исполнителей, играющих на народных инструментах, пригласили в Луганск в 2000 году. Тогда конкурс собрал сотни музыкантов, и нынешний год не является исключением. Все конкурсанты готовы доказать жюри и себе, что достойны победы. Историю появления конкурса и факты из жизни 19 музыкантов династии Воеводиных зрителям показали в фильме, который подготовила студенческое телевидение Алгаки, на базе которой и проводился конкурс. А со словами приветствия со сцены обратились члены жюри и организаторы конкурса, пожелав конкурсантам победы и уверенности на сцене. Я хочу пожелать всем участникам сегодняшнего фестиваля конкурса только стремление к победе и искренне надеюсь, что этот конкурс, наверное, вложит зерно, и, возможно, у нас будут все новые и новые династии в любом направлении творчества. Успех вам! Возможность торжественно открыть 8-й конкурс-фестиваль по традиции была предоставлена лауреату всеукраинских конкурсов Оркестру народных инструментов колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матысовского под руководством Светланы Петрик. Почетный гость конкурса, один из представителей династии Воеводиных Сергей Вячеславович, обратился к участникам и организаторам конкурса с теплыми словами благодарности и отметил, что он рад тому, что молодое поколение чтит память его рода. Я думаю, что память жива, и она будет жить, и я вижу это по масштабу конкурса, который с каждым годом, с каждым проведением увеличивается. Увеличивается в первую очередь мастерство тех ребят, студентов и учеников школ, которые непосредственно принимают участие. И это радует. Радует то, что география конкурса, невзирая на то, что сейчас такие события у нас происходят, география все равно расширяется, и я уверен, она будет расширяться. Конкурс собрал в одном месте участников и студентов отделений народных инструментов как начальных учебных заведений, так и высших музыкальных из Донецкой и Луганской народных республик. Участники рассказали о том, как узнали о таком масштабном конкурсе и чего хотят достичь, выходя на сцену. В жизни надо все попробовать. Я узнала о конкурсе, когда мне сказала учительница. Я участвовала, чтобы перестать бояться выступать перед публикой. Очень мало людей, которые ценят народные инструменты, и хотелось бы показать баян во всей его красоте и представить то, что все-таки нужно оценить народную культуру, музыку, и показать всем, что баян – это тоже инструмент, который должен занимать значимую и важную роль в жизни музыки. Прослушивание конкурсной программы проходило в два этапа. Первыми на суд строгого жюри вышли участники младшей категории, которые с легкостью бороли в себе чувство страха и неуверенности и извлекали из музыкальных инструментов своими маленькими пальчиками прекрасные звуки музыки. А показать свой профессионализм, исполняя технически сложные произведения, удалось участникам старшей категории, которые признались, что готовы связать всю свою жизнь с музыкой. Высокий уровень подготовки не смогли не заметить члены жюри. Ребята производят очень яркое впечатление. Просто звездочки мы открываем в этот раз. После сложного конкурсного дня творческий центр «Красная площадь-7» приготовил музыкальный сюрприз для конкурсантов и почитателей народной музыки. На сцену вышел оркестр народных инструментов «Фолк-Мьюзик» художественным руководителем и дирижером которого является Ирина Золотарева. Волнение позади. Счастливые глаза, улыбки и бурные аплодисменты – все это церемония награждения. Все участники получили грамоты, а лучшие стали лауреатами 8-го республиканского конкурса фестиваля имени династии Воеводиных и выступили в финальном концерте, еще раз доказав, что молодые республики богаты талантами. Фуга Астиналь. Ее представляет лауреат первой времени второй категории Дарашкевич Константин. Встречайте, пожалуйста. Аплодисменты. Лауреаты конкурса поделились с нами секретом успеха и выразили надежду, что уже ровно через два года на сцену выйдет еще больше талантливых исполнителей. Должна быть терпеливость, усидчивость, уверенность в себе, конечно, артистизм, ну и техника. Нужно все время идти вперед, не останавливаться на одном месте. Философские чаепития, которые проводятся в Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, уже стали доброй традицией, о чем вели беседу на очередной встрече в следующем сюжете. В Луганской академии уже не первый месяц проходят философские чаепития. За кружечкой теплого чая в приятной компании собрались все желающие, чтобы поговорить на волнующие каждого из нас темы. В этот раз на заседании философского клуба, который еще в начале учебного года организовал преподаватель кафедры рекламы и пиар-технологии Андрей Кандауров, подняли крайне важную тему – коммуникации в информационном обществе. Современный человек живет в сети, а общаться вживую почти разучился. На нас ежесекундно обрушиваются тонны информации. А вот как выбрать из нее действительно значимую и не тратить жизненно информационный мусор? Сегодня тебя нет, если тебя нет в экране, если тебя нет в твиттере, если тебя нет онлайн, если ты не зашел в интернет. Если мы там есть, то мы тоже вступаем в сложную, так называемую, новую конкурентную борьбу. Свои варианты ответа на вынесенные в тему вопросы студенты предложили в форме мини-докладов. Один из них – о том, что люди не понимают друг друга и даже не пытаются понять. А все почему? Потому что мы практически перестали общаться в реальности. Другой доклад касался современных средств массовых коммуникаций, которые, по мнению участников разговора, нынче не только информируют, но и манипулируют человеческим сознанием, в частности с помощью рекламы. А дети, наше будущее, живут в центральной реальности, которую им заменяет компьютер. Так как же нам в современном обществе вновь научиться общаться друг с другом в реале, а не в сети? Я думаю, нужно просто быть открытым для другого человека и вне зависимости от того, что происходит, стараться идти дальше, ведь дорогу преодолевает все-таки идущий. И заново и заново открывает для себя мир. Нынешняя встреча философского клуба – десятая, с чем всех ее участников и поздравил организатор чайпития Андрей Кандауров. Он представил собравшимся только что разработанный для клуба герб. А сам факт его наличия, как вы понимаете, свидетельство серьезности намерений авторов идеи. Так что заглядывайте на чай и на разговор. Уже давно известно, что ЛГКИ – уникальное учебное заведение с полным циклом творческого обучения, который начинается чуть ли не с детсадовского возраста. Учащиеся Детской академией искусств, действующие при Луганской государственной академии культуры и искусств, представили свою новую работу. Электронная книга является дипломной работой студентки пятого курса специальности «Компьютерная графика» Палько Алены. При верстке она использовала рисунки маленьких студентов академии, пожелавших участвовать в процессе создания электронной книги. Очень интересно было на самом деле работать с иллюстрациями, с рисунками деток, потому что детки абсолютно совершенно разные. Также иллюстрации их были разными, как по технике, так же, как и по характеру. В технике были живопись, акварель, гуашь, карандаш. Сами юные художники, а некоторые из них присутствовали на презентации, признались, что им было очень интересно и увлекательно создавать рисунки к сказкам Сергея Кослова. Нам давали сказки, мы их читали, а потом по своей фантазии рисовали рисунки. Во время презентации книги преподаватели отметили, что дети с большим интересом и внимательностью взялись за это непростое для них задание. Конечно же, меня радует, когда вот эти вот маленькие наивные глазки смотрят уже на свой результат и чувствуют, наверное, первую гордость за проделанную свою работу. Пока эта книга существует только в электронном виде, но сказка возможна и в реальной жизни. Пройдет совсем немного времени, и юные художники будут держать в руках изданную книгу, гордясь своим достижением. Мы рассказали о самых заметных событиях культурной жизни этих дней. На сегодня это все новости. Увидимся, как всегда, через неделю. И пусть в ваши дома приходят только хорошие вести. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин